Слава, как спалось? О, сказочник тыган с Христианом Андерсом. Кирилл, как самочувствие? Правду? Правду, говорит, не спалось и не спал совсем. Голова болела? Раскалывается, каждый шаг чувствуется, отдается в голове. Спалось урывками просто потому, что организм привык дышать в своем определенном ритме, а здесь как-никак 3600. Поэтому обыкновенного ритма дыхания уже не хватает. Вот видите, из первых рук ребята тоже никто не выспался, у всех болит голова. На давление спать невозможно, засыпаешь, голова начинает раскалываться, начинаешь задыхаться, просыпаешься, делаешь пару вдохов, опять отрубаешься и так всю ночь. Ну, тяжело, многих там подмучивает, мутит, подташнивает. То же самое и меня, голова раскалывается. Ходишь постоянно такой, хочется, ну, тяжело. В горах здесь тяжело. Не для всех. Все, мы выдвигаемся, идем дальше. Четыре километра, я понимаю, потом четыре назад и сегодня же мы возвращаемся еще четырнадцать назад. Того у нас порядка, сколько? Двадцати четырех, двадцати восемь, двадцати двух километров. Дорога выложена еще на камнем. Видите, вот один наш пик, вот второй. Подъемы не сложные, но уже усталость, бессонная ночь сказывается. Недостаток воздуха, идем медленно все. Слава, расскажи, как тебе переход сейчас? Тяжелее, ночью тяжело. Бессонная ночь, да? Да, так нормально. Скажи про лайфхак. Спать. Спать вместе, спинка к спинке. Да, да. И тогда еще теплее. Да, это правда, на самом деле, никакого тут не выпендривайтесь, сдвигайте кровать, продвигайтесь друг к другу и спите вместе все. Даже если вы под разными спальниками, вам все равно будет теплее. Мы так сегодня и делали. Спасибо, Слава, за твой теплый бочок. Впереди уже ледник, где говорили, что засыпало. Раньше было больше, вполне сошел. Вот туда мы идем, еще не дошли. Видите, какие красивые какие-то горы. Вот мы дошли до небольшого привала. Тут висят колокольчики, какое-то место. Слава, иди дзиньку нам послушать, как колокольчик звенит. Знак Шивы. Спасибо. И вот там уже наш ледник. Друзья, вот мы дошли до ледника. Раньше здесь был ледник, язык ледника. Но потом произошел оползень, и его засыпало. И сейчас ледника нет, он там далеко. И мы туда не пойдем. Ну и вот кто хочет, может окунуться здесь. Это максимально близкая точка к рождению реки Ганга. И вот считается, что если здесь кнутся все грехи, всю карму, ты почистишь и станешь чистым. Ну вот смотрите, там вот ледник. Вот видите, там оползень такой. Вот это вот. Когда оползень сошел, Ганга в пару дней вообще не цепла, пробивала себе дорогу. Ну а купаться. Вот здесь ребята будут. Вот наши бойцы собираются купаться. Мы вчера купались. Я вот сегодня не полезу, наверное. Как ребята купаются, мы за это снимем. Ну что, ребят, я тоже искупался. Сразу полегчало. Голову отпустило. Злудок. Стало легче. Если вы думаете, что это не холодно, то очень холодно. Потому что здесь сейчас градусов 4, наверное, но вода где-то около двух. Как ощущения? Все прекрасно, отлично. То, что круто, что ребята все, кто хотел, окунулись. Погода радует. Володь, жара. Зима, как ощущения? Ой, ребята, это было просто круто. Наверное, похоже что-то с крещенским купанием. Но это Ганга, ребята. Слава. Что я могу сказать? Нормально. Что это? Скажи. Дима, ну скажи что-нибудь, пару слов для потомков. Карма очистилась. Я вижу, да. Ну что, халявщик, Дима? Еще три месяца, да, и ты тоже будешь чиститься. Карму. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. И четыре, трехратный ура. И четыре. Ура! 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 Мы вот с ребятами на пляже повалялись немножечко. Заказали манго-джус. Сказали, дня через два-три нам его доставят. Ну, я, наверное, дальше тут еще побуду. А ребята уже почапали. Вот, смотрите, они уже туда. Ребята, мне сачку принесите. Человек, кто-то сел, кто-то встал. Отлично. Идем дальше. Сергей, а что у тебя случилось с ногами? Один кроссовок синий, другой черный. А у меня случилось незапланированное мовение в Ганге. И не хотелось мне, вернее, хотелось, но как-то было холодно. А вот тут шел и вот на ручье немножечко нырнул. Ганга тебя не отпустила, да? Нет. Спасибо друзьям. У них нашелся запасной кроссовок, в котором я теперь сухом и иду. Ну-ка покажи еще раз, как оно смотрится. Слушай, ну ничего, это новый тренд. Я думаю, скоро так будут ходить все. Ну вот, друзья, мы практически вернулись с вами уже на наш кемпинг, где мы остановились. Это первая наша стоянка. Сейчас мы попьем чая и пойдем сразу обратно. Вот, смотрите, она открывается. Вид на нее. Туда гораздо сложнее идти, чем обратно. Назад вообще моментально приходишь, даже не замечаешь. Идешь вниз легко, а вот вверх подниматься очень сложно. Ну и, конечно же, обязательно нужна акклиматизация. Потому что, если бы нас сразу же сюда на 6, на 3 800 закинули, без промежуточного вот этого вот поселка, где мы останавливались на 2 800, я не уверен, что я бы выдержал. Потому что и так было больно очень в голове. А если сразу, то это просто вообще в разы было бы, наверное, еще больнее. Так что обязательно делайте такие акклиматизационные зоны. Там на 2 800 побыли. Два денечка там день. Отлично. Поднялись выше. Побыли на 3 800 день, два. Отлично. Пошли выше. И тогда вам будет гораздо легче, чем если вы сразу ломанете наверх. Вас просто начнет ломать. Это очень неприятно. Могу вам пока тут спуск ровный, без приколов, рассказать дальше историю, которую вчера начинал по поводу реки Ганге и всего того, что здесь происходило. Легенду. Я остановился на том, что выросло у царя 300, ой, не 300, извините, 60 тысяч сыновей и еще один сын от другой жены. Они были воинами и они начали отвоевывать обратно те территории, которые, пока отец был бездетным, захватили тайландцы, каменджийцы и другие народы, которые соседствуют с Индией. Они отвоевали эти территории. Все у них хорошо было. И отец решил вознестись, стать бессмертным, стать богом. Для этого есть такая у них традиция по вере, что необходимо принести в жертву коня, сто коней, золотом и так далее. Не помню, как это все происходит. Суть, что конь, его выпускают, он гуляет по всем территориям. На какую территорию он приходит, за ним идет войско. Они приходят и говорят, это наша территория. И если те, кто на ней живут, не согласны, они их завоевывают. Если согласны, то захватывают и идут дальше. И конь ходит, 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 пока ему не надоедает. И потом они его приносят в жертву богу. И когда сто раз такая процедура происходит, тот человек, который это делал, царь, он возносится на небо. Царь Сагара, если я не ошибаюсь. И боги не хотят, чтобы люди становились бессмертными, становились богами. И они спрятали коня. Они прячут коня обычно, не дают до ста именно довести, чтобы сто жертв принести. И войско идет, идет. Спустились они на дно океана. Идут, идут. И отвернулись. Конь исчезли. Они обыскались весь океан. Нету. Все переискали. Нету коня. И видят расщелина есть. Наверное, он туда провалился конь. Начали копать эту расщелину. Раскопали, раскопали. Очень глубоко копали. И попали в центр земли. По индийский центр земли полый. И там тоже живут боги. Раскопали они. И видят, сидит мудрец на полянке. Кушает. Вернее, здесь не кушает, а сидит, молится в Аскезе. И коник гуляет. По полю кушает. Извините. По полю кушает травку. Они начали сразу наезжать. Они же бойцы. Они воины. Как ты посмел. Как ты посмел нашего коня похитить. Да мы тебя. Ну и так. С наездами серьезными. А это был великий мудрец. Великий человек. Который накопил большой потенциал психической энергии. Он открыл глаза и они все превратились в пепел. И все. И нету шестистичного войска. Проходит какое-то время. Отец узнает об этой ситуации. Что они искали коня. Нашли его. И что их мудрец превратил в пепел. И отец говорит своему второму сыну. Говорит. Сын, иди пожалуйста. Ты у меня такой более-менее дипломат. Разберись. Помоги. Надо решить этот вопрос. И он отправляется. Сын. Туда. В эту пещеру. Подземную. Подземлю. Но он уже не так как его братья. С наездом. А он с почтением. С приприношениями какими-то. Говорит. Уважаемый. Вот такая произошла ситуация. Вы испилили наших сыновей. 60 тысяч человек. Вот так вот. Одним щелочком пальцев. Можно ли как-то порешать этот вопрос? На что ему мудрец говорит. Ну ты молодец. Ты меня не оскорблял. Не обижал. Поэтому я помогу тебе. Возвращайся домой. У тебя родится сын. У твоего сына будет еще один сын. И вот он призовет на землю реку Гангу. Он будет сидеть тысячу лет в Аскезе. Медитировать. И призовет Гангу. И тогда, когда священные воды реки Ганги коснутся пепла. Эти воины все оживут. И перенесутся в рай. Так называемые другие земли. И будут там жить счастливо уже. То есть не будут уже воинами. Не будут никого убивать. Будут нормальными пацанами. Вернулся. Сын рассказал своему отцу об этом. И прошло два поколения. Родился у него сын. Я говорил, как его звали. Его, если не ошибаюсь, Банавгаха. Не помню я имя. Очень сложно мне индийские имена их даются. Банавгаха. Хорошо. Пускай будет так. Прошло какое-то время. И он пошел. Сел на берег реки. И начал медитировать с просьбой богам. О том, чтобы они вернули реку Гангу. Он медитировал тысячу лет. Накопил большой потенциал энергии. Своей психической. И смог достучаться до Ганги. Ганга сказала. В принципе, я не возражаю. Да, я могу снизойти. Слиться на землю. И заполнить океан. Но я очень большая. И земля не выдержит меня. Поэтому меня должен бог принимать. Иначе земля будет хрындеться. Развалиться. И тогда мудрец этот отправился к Шиве. К богу. Говорит. Шива, помоги, пожалуйста. Я хочу, чтобы на земле появилась вода. Но она не появится до тех пор, пока ты не сможешь принять Гангу. Подумал, подумал, Шива. Говорит. Ну, в принципе, Ганга, девушка, ничего такая. Можно с ней и пообщаться поближе. Но Шива уже имел жену. Поэтому Ганга считается его любовницей, можно сказать. И Шива встал, начал принимать Гангу. Ганга снизошла на него. Она снизошла ему на волосы. Поэтому, ну, и говорят, что это вот она его любовница в волосах. И палилась. На это мероприятие собрались все боги. Потому что, о, это же шоу, мероприятия, слетелись со всех планет. И плывут они. Ну, река течет по своему руслу. И они сзади за ней. И тут на берегу сидит мудрец. Медитирует. И подготовился к тому, чтобы принести жертву богам. Расставил благовоние. И тут Ганга его. Фух. Все смыло. Мудрец такой. Не понял, что за веромда такая. Я тут сижу, понимаете, никого не трогаю. Хочу принести жертву богам. А тут какая-то река меня смывает. И берет ее. И выпил. Опять Ганга исчезла. Ее нету. Все боги в шоке. Что такое? Мудрец выпил другой. Опять Гангу. Что за какая-то ерунда. Ну и опять к нему. Да. Ну и опять к нему. До Новгавтка. Пошел. Вода. Вода. И она заполнила мировой океан. Пошел. Не хочется спускаться. Вода. Вода. Ну как вы, господа. Я думаю, это будет отдельным видео на канале. Пожалуйста, найдите. Смотрите. Как правильно тренироваться, чтобы ваши мышцы правильно работали. И вы качали полный спектр всех мышц. Он покажет сейчас самые такие простые упражнения. Сегодня здесь красиво. Не то, что было вчера. Солнышко светит. Тепло. Мы пришли уже поздно. Поэтому был дубарь. Такой жесткий уже. А сейчас вот мы идем. Солнце припекает так, что вообще огонь. Смотрите. Вот оттуда мы пришли. Только мы были с вами. Вот там. Всем привет. Меня зовут Владимир Крашенин. Я тренер по методике исцеляющий импульс. Сегодня у нас блок дельта будет. День спина. Друзья, я вам сейчас продемонстрирую выполнение первого упражнения, которое называется встряхивание. Для чего мы его делаем? Мы делаем его в качестве разминки. Происходит встряска всего организма, расслабление всех групп мышц. Происходит отличный оздоравливающий эффект. Это упражнение полезно делать всем людям. Для профилактики варикозного расширения вентра, мухлебита. Особенно тем, кто уже страдает такими недугами. Правильная техника выполнения. Нам нужна жесткая поверхность. В данном случае я буду делать это на камне. Стопы мы ставим параллельно. Расстояние 10-15 см. И делаем невысокий подъем на носочки. И пяточками ударяем об землю. По дыханию у нас вдох-выдох идет через рот. Вверх мы делаем вдох, вниз делаем выдох. Полностью расслабляемся. Можно закрыть глазки. В моем случае я могу насладиться красотой природы. Если дома делать, то лучше делать на какой-то жесткой поверхности, не на ковре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, как вы заметили, мы делаем один удар в секунду. И нужно постараться сделать акцент весь на расслаблении мимических мышц лица. Это очень полезно. Сейчас переступаем к следующему упражнению. Расскажу вам правильную технику выполнения. Начинаем мы выполнять упражнения со слабой руки. У меня это левая или же травмированная. То есть что, в принципе, происходит, когда мы выполняем эти упражнения? Уходят в различные проблемы с подвижностью плечевых суставов, артриты, артрозы. Если же у вас все хорошо, то просто будет максимально функциональное рабочее тело. Руки не будут уставать. Можно будет ходить в горы, парить в бане, носить пакеты с магазина с фруктами вкусными домой. Итак, правильная техника выполнения. Для того, чтобы загрузить правильно средний пучок дельтовидной мышцы, мы прижимаем локоточек к косой мышцам, приподнимаем до уровня предплечья параллельно земле. И также держим перпендикулярно руку фронтальной плоскости, не заваливаем ее внутрь, наружу. Кисточку мы стараемся расслабить. Вторая ручка, в данном случае правая, оказывает сопротивление. То есть я кладу ее на запястье. Дыхание у нас вверх, вдох. Вниз, выдох. Теперь расскажу про начальную, конечную начальную фазу. Внизу у нас локоточек прижат, и мы уже начинаем с мощным статикодинамическим напряжением поднимать руку вверх. По дыханию у нас вверх вдох, вниз выдох. Конечная фаза у каждого своя. Мы делаем ее, как только начинает подниматься уже плечо, то есть средний плечок полностью сократился, выше не надо. Вдох, выдох. Остановки. Мы во время остановок дыхания синхронизируем с движением. Выглядит это вот так вот. К примеру, три остановки. Раз, два, три. Четвертое плавно дотянули. Выдох. Пять остановок. И семь. Также важно сказать, что в крайних точках мы держим напряжение, то есть мы не расслабляемся. И внизу, и вверху. И полуторы теперь. Вверх вдох. Половинка. Здесь мы все выдохнули, не дышим. Держим с максимальным напряжением две секунды. Вверх вдох. Вниз выдох. Обратите внимание, что на половинке у нас плечо строго параллельно земле. Вот. Сейчас я буду выполнять это упражнение. Приятного просмотра. Итак, друзья, осталось сделать последнее упражнение блока дельты. Акцент у нас будет на передний пучок дельтовидной мышцы. И будем выполнять упражнение подъем руки перед собой. Начинаем мы со слабой руки. То есть я начну с левой. Или же с травмированной. Для того, чтобы избежать излишней нагрузки на локтевой сустав, нужно немножко его согнуть. И тот угол, на котором мы согнули, мы уже не меняем. То есть не должно быть такого, что мы в процессе выполнения согнули руку, потом выпрямили. То есть угол выбран. Ладошка поднимается строго в сагитальной центральной плоскости. Не уходит никуда в сторону. По дыханию у нас вверх вдох, вниз выдох. У каждого будет своя максимальная амплитуда. У меня достаточно она хорошая. Вот. Еще важный момент. Мы должны стараться... Траектория движения достаточно большая. Мы должны стараться делать вдох маленькими порциями в начале, чтобы нам хватило дыхания вдохнуть до конца вверху. Чтобы не было холостых фаз в дыхании. Потому что у многих есть ошибка. Делают вдох. И уже на середине траектории полные легкие воздуха. Это неправильно. Вот. Итак, приступаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Володя свой он баун собирает. Спасибо, как говорят, этому дому. Намасте. ДИНАМАСТЕ. 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 Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений.